В этом видеоконтенте мы рассмотрим один из вариантов преобразования однослойной детали в двухслойную с линией сгиба. И возьмем за основу приточную манжету в женском свитшоте. Сейчас у меня деталь однослойная. Я уверена, что в арсенале каждого из вас есть свой принцип по выполнению таких манипуляций. Я покажу тот, которым пользуюсь и который кажется более простым и менее затратным по времени. Создаем второй слой манжеты. С использованием инструмента в окне 2D назначаем расположение слоев. И не забываем соединить между собой детали по верхнему и нижнему срезам. Далее с использованием инструмента Gizmo в окне 3D ориентируем расположение манжеты. Активируем симуляцию. Теперь манжета двойная, но нам необходимо избавиться от соединительного шва по линии низа. Для этого мы должны детали объединить. Но здесь есть один нюанс. Вот в таком виде, как сейчас, если мы объединим детали, то посмотрите, что получается. Мы как бы закупориваем манжету по линии низа. То есть это неверное решение. Здесь есть один нюанс, который я и хотела показать. Активируем кликом левой клавиши мыши в окне 3D внутреннюю манжету. Далее клик правой клавиши и выбираем позицию перевернуть нормали. Перевертываем. И снова детали объединяем. Включаем симуляцию. Теперь у нас получилась деталь именно со сгибом. То есть шва здесь нет. И все мы выполнили корректно. Спасибо за внимание. Надеюсь, информация была полезна. И дальше можно уже переходить к тюнингу манжеты. Например, за счет проектирования резинки. Редактор субтитров А.Семкин